В четыре часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербатских у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, Ваньки и жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками. Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе, надо не волноваться, а надо успокоиться. О чем ты, чего ты, молчи, глупая, обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и перед ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда на лед, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступной святыней, и была минута, что он чуть не ушел. Так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казалось Левину избранными счастливцами, потому что они тут были возле нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней, и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербатский, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему, «А, первый русский конькобежец, давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки!» «У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида. Хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в ботиночок, видимо, рабея катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо, вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снорке. Она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругой ножкой и подкатилась прямо к Щербатскому, и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, скинула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой устана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда, как неожиданность поражала в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. «Давно ли вы здесь?» — сказала она, подавая ему руку. «Благодарствуйте», — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. «Я недавно, я вчера, нынче, то есть, приехал», — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. «Я хотел к вам ехать», — сказал он, и, тотчас же вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. «Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь». Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. «Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», — сказала она, стряхивая маленькой ручкой в черные перчатки и иглы иния, упавшие на муфту. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью», — сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе». «Кататься вместе? Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. «Сейчас надену», — сказал он. И он пошел надевать коньки. «Давно не бывали у нас, сударь», — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. «После вас никого из господ-мастеров нету. Хорошо ли так будет?» — говорил он, натягивая ремень. «Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста», — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да», — думал он, — «вот это жизнь, вот это счастье. Вместе, — сказала она, — давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой. А тогда... Ну надо же, надо, надо. Прочь слабость!» Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одной своей волей, убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. — С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему. — И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тетя же испугался того, что сказал и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее леса, означавшую усилия мысли. На гладком лбу ее спухла морщинка. — У вас нет ничего неприятного. Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он. — Отчего же? — Нет, у меня ничего нет неприятного, — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. — Вы не видели мадемуазель Ленон? — Нет еще. — Ну, пойдите к ней, она вас так любит. — Что это? Я огорчил ее, господи, помоги мне, — подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. — Да вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Китти. — И стареем. — Тайни Берр уже стал большой, — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку, о трех барышнях которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы и бывало так говорили. Он решительно не помнил этого, но она уже десять лет смеялась от этой шутки и любила ее. — Ну, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Китти, не правда ли? Когда Левин опять подбежал к Китти, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни. — Неужели вам не скучно зимой в деревне? — сказала она. — Нет, не скучно. Я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти так же, как это было в начале зимы. — Вы надолго приехали? — спросила его Китти. — Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. — Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. — Как не знаете? — Не знаю, это от вас зависит, — сказал он, и тотчас же ужаснулся этим своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы споткнулась, два раза стукнув ножкой и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадам Ленон и, что-то сказав ей, направилась к домику, где дамы снимали коньки. — Боже мой, что же я сделал? Господи, Боже мой, помоги мне и научи меня, — говорил Левин, молясь и вместе тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев с папироской во рту, в коньках вышел из кофейной и, разбежавшись, спустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. — Ах, это новая штука, — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. — Не убейтесь, надо привычку, — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. — Славный, милый, — подумал о Ките в это время, выходя из домика с мадемуазель Ленон и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на любимого брата. — Неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят кокетство. Я знаю, что я люблю не его, но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. — Только зачем он это сказал? — думала она. Увидав уходившую Ките и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. — Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем. — Стало быть, нынче? — Очень рады будем вас видеть, — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Ките, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила. — До свидания. В это время Степан Аркадьевич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Доли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. — Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал, и я очень рад, что ты приехал, — сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза. — Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, скажавши «до свидания», и видеть улыбку, с которой это было сказано. — В Англию или в Эрмитаж? — Мне все равно. — Ну, в Англию, — сказал Степан Аркадьевич, выбрав Англию, потому что там, в Англии, он был более должен, чем в Эрмитаже. — Он потому считал нехорошим избегать этой гостиницы. — У тебя есть извозчик? — Ну и прекрасно, а то я отпустил с карет. Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означало это переменное выражение на лице Китти, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был, да и ее улыбки и слова «до свидания». Степан Аркадьевич дорогой сочинял меню. — Ты ведь любишь тюрбу? — сказал он Левину, подъезжая. — Что? — переспросил Левин. — Тюрбу? — Да, я ужасно люблю тюрбу.